Дорогие бельчане, сегодня очень важный день в истории нашего города. Сегодня нашему любимому городу исполняется 599 лет. Я думаю, что впервые за многие годы у нас нет праздничного шествия. Мы не можем сегодня поздравить лучших спортсменов города. Мы не можем вместе со всем городом аплодировать самым талантливым бельчанам, самым талантливым художественным коллективом нашего города. К сожалению, из-за того, что происходит сейчас в мире, из-за того, что происходит в нашей стране, мы не можем провести сегодня большого праздничного мероприятия. Но в этот день я вам хочу в первую очередь пожелать здоровья. Хочу пожелать здоровья вам, здоровья нашему городу. Хочу пожелать вам как можно больше положительных эмоций, потому что чем больше положительных эмоций будет у бельчан, тем больше будем мы все вдохновлены для того, чтобы в нашем городе с каждым днем что-то менять. Я неоднократно говорил, что бельчане – это особенные люди, и бельцы – особенный город. Бельцы всегда были самыми гостеприимными. Бельцы всегда встречали и объединяли здесь не только Север Молдовы, но и всех граждан страны. Бельцы всегда встретили, кто-то виноваты, кто-то виноваты, кто-то виноваты, кто-то виноваты, кто-то виноваты. Эти дела были очень главные, которые принимали мотивы и принципы. Для чего он кандидат. В первом мандате примарши, для чего он кандидат. Бельцы дуэреск – это был ценненький. Молдцы обвиняются на инте, саннататия. По правилам, из-за этой пандемии, мы не можем сегодня организовать большие события, так как они были в каждую неделю. Но я уверен, что с первой очереди, как, например, может быть, Зиуя Индепенции, как Зиуя Индепенции, в этот раз, чтобы уничтожить все, что это цени из царя. А здесь, в Пяце Василия Александрин, уничтожил Белц, у нее я уверен, что Белц уже в 5-6-7 лет, в Афи, капитала Нордулы, кари, уничтожил цар энтряга, ну, дар, чей дело Норд. Вы знаете, когда у города был и есть такой покровитель, как Николай Чудотворец, я очень хочу верить в чудеса, и я знаю, что бельчане в них верят, потому что настолько было сложно, особенно последние несколько месяцев, насколько многим сложно сегодня, что все ждут чуда. И я уверен, что это чудо обязательно произойдет. Для этого мы должны быть просто дружными, для этого мы должны быть сплоченными, и для этого мы должны делать, вместе должны делать все для того, чтобы наш город с каждым днем становился все краше и лучше. Сегодня у нас нет массовых мероприятий, но сегодня, к сожалению, в этот праздник, большой праздник и день города, и храм нашего города, многие семьи, к сожалению, голодают. Мы продолжаем получать десятки, сотни писем, как последствия этого кризиса, что многодетные семьи, инвалиды, которые получали помощь, сегодня даже очень много людей, которые не являются инвалидами, которые являются нормальными людьми, полноценными семьями, но ввиду того, что остались без работы, начали уже голодать даже люди, которые могут работать, просто у них этой работы до сих пор не было. Поэтому сегодня в день города сто этих семей получат одну тонну продовольственных продуктов, которые я закупил, и плюс я думал, какой подарок сделать для себя, который бы остался, который изменил бы облик нашего города. И в этом году я решил как-то создать место для нашей молодежи. Очень много было писем, очень много было предложений, касаемо того, что хотят скейт-парк, потому что такого объекта у нас сегодня в городе нет. Одни дети катаются под театром Василия Александрии, и мы это видели, кто-то катается по дорогам, тем самым создавая опасность того же ДТП. Для нас здоровье и стимулирование молодежи города являются очень важным моментом, поэтому я решил подарить молодежи этот скейт-парк. Значит, я выделяю из своих денег 1 миллион лей на строительство этого скейт-парка. И на следующей неделе я через соцсети хочу пригласить молодежь города, потому что, чтобы с ними согласовать, потому что там есть очень много компоновок, и это должна все-таки молодежь определить, как его там уровне будут служить. Там горки, ступени и так далее, и так далее. Поэтому на следующей неделе я приглашу в Центральном парке. Мы сегодня можем собираться до 49 человек, и небольшими группами, или будем его в интернете, в онлайне обсуждать. Я сейчас жду разные предложения от разных производителей, и какую молодежь выберет, то мы и сделаем. Поэтому с днем рождения, дорогие бельчане, с днем рождения, любимый город. Сегодня храм города отмечается и в моем родном городе Фалеште. Значит, отмечается храм города в Дандюшанах, Басарабяске, во многих других населенных пунктах страны. Но я не могу в этот день также оставить в стороне город, которым я родился, Фалеште, город Дандюшан, которым я провел детство. Да, там мои коллеги, однопартийцы, примары, они также переносят все мероприятия, будут совмещать с днем независимость. Но в эти города я тоже отправлю в виде подарков по одному трактору, потому что бельцам я уже как бы трактора дарил, а примария Палеште, в Дандюшан, сегодня получил по одному трактору для благоустройства, для уборки города. А там с днем рождения, еще раз говорю, бельцы, с днем рождения все населенные пункты, где сегодня храм города или села. Я уверен, что у нас сейчас не самый легкий период, очень сложный, даже я бы сказал, очень сложный. Но мы были образцовым городом, мы являлись эти годы самой транспарентной мэрией, мы являемся и сегодня, и впредь у нас с вами все будет хорошо. Поэтому обнимаю. Ламо Сань Бес, Ламо Сань Молдова, Вадуре, Слато, Санатати.